В Омске собираются сократить число пассажирских маршруток на прибыльные направления, а предлагают ставить только муниципальный транспорт. Это инициатива общероссийского народного фронта. Выяснилось, что убыточный городской транспорт отчисляет налогов в бюджет больше, чем частные перевозчики. Слово Тахмине Танисовой. За 9 месяцев 2016 года муниципальные автотранспортные предприятия заплатили в областной бюджет 122 миллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад. Частные перевозчики тоже увеличили объем поступлений, но они перечисляют в бюджет в разы меньше. 8 миллионов рублей в прошлом году и 14,5 миллионов в этом. При этом частники перевозят почти 70% пассажиров в Омске. По численности машин они превосходят муниципалов в 6 раз, да и проезд дороже на 3 рубля. По идее и денег в бюджет они должны привозить больше, чем городские ПТП. Но в городе официально платят налоги всего 410 человек. Отнимаем 2600 минус 410. Остальные, видимо, как-то ездят без водителей. Но это говорит о том, что вот здесь мы вообще не понимаем, где эти люди. 77 опрошенных водителей. 73 однозначно заявляют, что у них никаких трудовых договоров с перевозчиком нет. Если мы говорим о бизнесе, то вот это 2600 – это не бизнес. Это рабовладельческий строй. И этому строю, по данным городской прокуратуры, способствует и мэрия Омска. Ведь речь идет не о нелегальных перевозчиках. Проверка надзорного органа выявила, в реестр регулярных маршрутов чиновники незаконно включали некоторых предпринимателей и выдавали им маршрутные карты. Более того, без каких-либо оснований разрешали им увеличивать количество машин на рейсе. Продолжение следует...